Просто борется. Понятно, 25 секунд, а просто сутки в зоне соперника. Финальный матч всероссийского турнира Кубок Владислава Третьяка получился упорным и бескомпромиссным. После трех периодов счет на табло был ничейный 5-5. На ледовой арене «Московский Спартак» и «Казанский Акбарс». Эти команды на отборочном этапе в своих дивизионах уверенно выиграли всех своих соперников и заняли первые места. А в матче за главный трофей все решило дополнительное время. И точный бросок спартаковского нападающего под девятым номером. Иван Блохин на этом турнире забил 4 шайбы и впервые выиграл Кубок Третьяка. Турнир был очень эмоциональный. Сложно было довольно. А счет не показатель. Когда забил решающий гол, все радовались. Турнир хороший. Мы провели очень хорошие три последние игры. Спасибо большое Кузнецкому, ССК, Акбарсу, всем командам, с которыми мы играли. Финал в любом случае никогда не бывает простым. Финал сейчас сильный команды. Спорт. Кто-то был должен кто-то проиграть. Эмоционально, конечно, мы были очень сильно пусты. Но пацанам спасибо за характер. За Кубок Третьяка сражались в Самарском дворце спорта 12 команд со всей России. Были представлены именитые хоккейные школы страны. Родоначальники этого вида спорта в Советском Союзе. ЦСКА, Спартак и Динамо. Организаторы поделили команды на два дивизиона. На отборочном этапе Тольятинская «Лада», представляющая Самарская область, заняла третье место. А в плей-офф проиграла столичным армейцам. Команда «Лада» показала лучший результат. За последнее время в Кубке Владислава Третьяка заняла шестое место. Я думаю, что ребята выступили очень достойно. В решающем матче достался очень серьезный соперник, команда ЦСКА, который, по сути, было место в финале. Бронзовые медали заслуженно получили 11-летние хоккеисты из Кузнецка, обыграв в плей-офф Хабаровский Амур. Игра была хорошая, честная, смелая. Турнир прошел в Самаре, прошел на очень хорошем высоком уровне. Мне хочется еще раз выразить благодарность, конечно, губернатору и Министерству спорта. Призы лучшие игроки турнира поделили между собой две команды медалистов. Казанский Акбарс взял награды защитнику и вратарю, а Кузнецкий Лед – нападающему и бомбардиру. Обладатель Кубка Третьяка остался без индивидуальных призов. Финал получился не по-детски серьезным, очень серьезное соперничество. Видно, что мастерство ребят, несмотря на их юный возраст, уже присутствует. Значит, нам есть к чему стремиться. Такой турнир, который проводится у нас уже более 15 лет и остается для нас традиционным. И будет проводиться у нас в субъекте при поддержке губернатора нашего региона, в том числе Дмитрий Григорьевич Аздар. Он возрожден по его инициативе. Он для нас является флагманом для развития детского хоккея. Поэтому я надеюсь, что гости к нам еще приедут, а мы когда-нибудь войдем по тройку лидеров этого турнира. В этом году за Кубок Третьяка не сражалась Самарская комета. Согласно регламенту соревнований, хозяева турнира могли заявить только одну хоккейную школу с более лучшим показателем на первенстве по Волжье. Восьмое место заняла Лада, девятая комета. По мнению экспертов, у самарских юных хоккеистов есть все шансы в следующем году побороться за места на пьедестале почета. При условии, что Кубок Владислава Третьяка снова разыграют в Самаре. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.